Ваня, ты слышал? Конор завершил карьеру бойца. Уходит целая эпоха. Во-первых, ты хотел сказать, опять, уже в третий раз завершил карьеру бойца. Во-вторых, никто никуда не уходит. Это просто пиар-ход. Да не, думаешь, Конор будет каждый раз делать одно и то же? Конечно, я думаю, он пробовал новую партию своего виски и чё-то приуныл. А если серьёзно, есть у меня несколько мыслей на этот счёт. Можно и поспорить. Ну давай. Как говорится, в споре рождается истина. А вы, ребята, в комментах обязательно проголосуйте за ту позицию, которая окажется ближе к вашей. А лучше голосуйте за меня. Как я уже сказал, никогда такого не было и вот опять. Первый раз это случилось в 2016 году, затем в 2019 и вот опять в 2020. В 2016 он сделал заявление о завершении карьеры после поражения от Нейта Диэса. И всё это действие было манипуляцией в переговорах с UFC для того, чтобы как можно скорее получить реванш. Сейчас же эта ситуация крайне схожа с той, судя по тому, как ирландец объяснил своё решение. Ведь он сказал, что предложил UFC устроить ему бой с Гейджи за временный пояс. На что компания, естественно, ответила ему отказом. Ведь у них уже запланирован бой на сентябрь между Джастином и Хабибом. И Конор, видимо, в качестве последнего аргумента решил пойти в Абанк. Да, Конор уже объявлял о завершении карьеры пару раз. Но я не думаю, что он будет столько раз повторяться. Думаю, на этот раз всё серьёзно. Конор богат, он уже всем всё доказал. И он может позволить себе отойти от боёв и сосредоточиться на семье, бизнесе и других своих делах. Так что, я думаю, в клетке мы его больше не увидим. В качестве второго аргумента могу привести слова самого Конор. Макгрегор говорил, что в нём ещё живёт соревновательный дух. Что огонь внутри всё ещё горит и заставляет доказывать себе и окружающим, что он лучший в игре. И если учесть, что ему всего 31 год, я думаю, это никуда не делось. У него ещё очень много вариантов в спорте. Реванш с Хабибом, попытка в полусреднем весе с Усманом, да и трилогия с Диасом, наконец. Я думаю, что мы ещё увидим ирландца в клетке. И не раз. Со спортивной точки зрения, сейчас, по сути, Конор не заслуживает реванша с Хабибом. Он после перерыва выиграл ветерана Сироны, который уже на спаде, и сделал всё это в весе 77 килограмм. По большому счёту, ирландец должен провести 2-3 боя с топовыми легковесами, для того, чтобы заслужить право побороться за титул. Делать он этого, конечно же, не хочет. И потому пошёл на столь крайний шаг. Это не сработало. И теперь путь назад, без победы над топами, ему закрыт. Не думаю, что Конор захочет ставить на кон всё и идти таким путём. Потому на данный момент, думаю, он и вправду повесил перчатки на гвоздь. Ну и в конце хочу сказать вот что. Посмотрите, какая жесть творится вокруг нас. Недавно Джон Джонс, после того, как не смог договориться с организацией, также заявил, что отходит от дел. Будущее Хорхема свидала тоже пока под вопросом. Да и сам президент Дана Уайт отреагировал на слова Макгрегора следующим образом. Хочу напомнить, что мы находимся в условиях пандемии. Мир стал безумным местом, где может произойти всё, что угодно. Все это чувствуют. На наших турнирах нет фанатов, и мы не можем свободно путешествовать. Я думаю, всех это бесит, потому что народ заперт в своих домах уже 3,5 месяца. Люди носят маски на улице. Волна протестов, беспорядки. Список можно продолжать и продолжать. Сейчас трудные времена, мне приходится заниматься самой сложной работой, которую я когда-либо делал. И мне самому по три раза на день хочется махнуть на всю руку и сказать «нахрен всё это». Потому что вокруг безумное количество людей, которые критикуют меня, делают мою работу ещё более трудной. Потому я бы не стал воспринимать слова Конора всерьёз. Тут всё наложилось друг на друга. Обида на руководство UFC, сорванные планы на 2020-й. Да и вообще вся ситуация вокруг. Ведь это большой стресс для всех нас. Но я уверен, что ситуация выправится, и буквально через пару недель мы услышим, что Мистик Мак снова в деле. Конечно, смотря на ситуацию во всём мире, можно не строить какие-то планы. Кто знает, состоится ли вообще бой между Хабибом и Гейджи в сентябре. И в такой неопределённости организм испытывает ещё больший стресс. Потому вполне логично, что Конор решил освободиться от него и поставил точку. Однако, конечно, будет глупо отрицать, что реванш россиянина и ирландца соберёт много денег и внимания. И поэтому не удивлюсь, если в сентябре, в случае победы Хабиба, UFC сумеет договориться с Нотариусом и вернёт того на один громкий мегабой. Слушай, хоть я, конечно, в это и не верю, но если вдруг мы больше не увидим Конора в UFC, для него есть ещё очень много опций. Для ирландца всегда открыты двери в боксе. Да и чем чёрт не шутит в рестлинге? Triple H недавно заявил, что мечтает подписать Нотариуса в WWE. Поэтому неважно, в октагоне или в ринге, но в бою Макгрегора мы ещё точно увидим. Ну, мы говорим конкретно про UFC. И думаю, здесь точно всё. Хотя, конечно, я могу и ошибаться, ведь настроение Конора так же переменчиво, как и ветер в мае. Ну а ты, мой друг, оставь своё мнение в комментариях и расскажи, что ты об этом всём думаешь. Да, ну а это, как всегда, канал It's Time. Обязательно подпишись. Прожми колокольчик, чтобы не пропускать весь тот огненный контент, который мы для тебя готовим. И пробей бойцовский лайк. Это Илья Герасимов. Это Иван Невымин. Всё, как всегда. Пока. Пока, да. Я такой, типа, в шоке, да, я такой, типа, как будто он первый раз уходит, да? Да, да, да. И на самом деле, да. Ты голубь в этот раз. Тут как вот это? А ещё лучше голосуй за меня. Велика. А ещё лучше голосуй за меня. А, так травм. А ещё лучше голосуй за меня. Не, это ужасно. Настроение Конора бывает переменчиво, как и ветер в мае. О, шутки.